На максимальном огне обжариваем крупно нарезанный лук до золотистого цвета. Это минуты 3, наверное, 5 ушло у меня. Добавляем перец. После того, как вы обжарили перец вместе с луком, добавляем чеснок и имбирь, тоже крупно нарезанный. Обжариваем это все вместе около 1-2 минут, пока не пойдет очень приятный пряный аромат. Добавляем чили-перец по желанию и нашу замороженную смесь. Так овощи мы примерно обжариваем 5 минут, затем заливаем соевым соусом. Совсем немного, просто чтобы овощи впитали весь аромат. Креветки нужно почистить от панциря и вынуть пищевод, который проходит вот здесь. Я оставляю хвостики, потому что этими креветками я буду украшать блюдо. У этих креветок мы пищевод удаляем с этой стороны. И чтобы креветок казалось больше, я сделаю хитрость и разрежу их пополам. В панцире креветок мы не выкидываем, складываем их в сотейник. И заливаем 200 мл воды. Ставим на огонь и кипятим 5 минут. На оливковом масле с добавлением чеснока мы обжариваем креветки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Маленькие красные креветки я тоже скинула вместе с большими, но их мы обжариваем буквально по 30 секунд с каждой стороны. К нашим овощам добавляем рисовую лапшу, добавляем соевого соуса, перемешиваем, добавляем наш креветочный бульон. 200 мл. Перемешиваем и готовим около 2 минут после закипания. Теперь самое главное, выкладываем лапшу на свою самую любимую тарелку. Пару креветок с хвостиком, все посыпаем крупно нарезанным зеленым луком. Оставшиеся креветки выкладываем мелкие, потом все это посыпаем жареным кунжутом и посмотрите, азиатская лапша готова! Очень красиво выглядит, аппетитно и вкусно!